рано или поздно каждый тренер может столкнуться с той ситуацией что поведение участников ситуации на тренинге намного далеки от ожиданий которые вы себе нарисовали изначально в голове бывает так что вы проводите тренинг рассказываете о себе о программе тренинга и дальше что происходит вы уже подходите к этапу ввода правил и тут кто-то из участников говорит а давайте сегодня без правил и многие другие участники и вот так же начинают поддерживать и здесь у большинства бизнес тренеров дилемма что же делать как реагировать как поступить все эти вопросы мы с вами обсудим в этом видео уроке и прежде чем дать группе какой-либо ответ на этот вопрос а давайте сегодня без правил нужно помнить что правило это ваша своеобразная палочка выручалочка в тренинге например если вы вводите правила пунктуальности тем самым вы мотивируете участников приходить вовремя если есть правило критикуя предлагай это будет означать что деструктивной критики скорее всего у вас не будет и так далее при этом я в свою очередь перед тем как ответить участникам на такой вопрос конечно же учитываю очень много факторов для того чтобы выработать дальнейшую стратегию поведения так вот на что же я обращаю внимание в первую очередь и самый первый фактор на который я обращаю внимание это знакомы ли между собой участники тренинга очень важно понимать это еще до тренинга работали ли они уже когда-то в таком составе знают друг друга или нет и если вы знаете их с предыдущих тренингов вы вполне можете представить они будут нарушать правила тренинга или же не будут это все зависит от того как они взаимодействовали в предыдущие разы а если же группа между собой не знакома то скорее всего в данный момент у вас на тренинге начал происходить этап распределения ролей участников согласно групповой динамике и ваша задача как бизнес-тренера помочь этому этапу протечь максимально эффективно для каждого из них и в таком случае если они не знакомы полностью отказываться от правил будет очень плохой затеей и следующий фактор это продолжительность обучения очень важно понимать короткого с обучения или длинная если например ваше обучение будет до двух часов примерно то скорее всего большое количество правил да и в принципе правила вам могут и не пригодится а если же у вас обучение продолжительное но длится более чем один день 1 2 дня это значит что у вас будет огромное количество перерывов пару перерывов на обед в том числе и очень важно участников дисциплинировать в этом моменте и подумать о том если другие факторы этому не располагают будут вам нужны правила или же нет также на мой взгляд важную роль играет средний возраст ваших участников чем младше участники тем нужнее им правило а чем старше ваши участники тренинга тем чаще от них можно услышать фразу давайте без правил ну что же мы как дети хотя в таких группах правила скорее всего и не нужны а может быть все наоборот на это как раз будет влиять следующий фактор о котором мы поговорим одинаковые ли должности у ваших участников и нет ли между ними конфликтов как личных так и профессиональных всю эту информацию вы можете узнать еще до тренинга проводя предтренинговую диагностику пообщавшись заказчиком если между сотрудниками есть какие-то конфликты скорее всего они могут проявляться и в процессе тренинга поэтому ваша задача заранее подумать какие правила вам помогут их потенциально урегулировать также если есть люди которые представляют разные отделы или разные проекты и разные направления и между ними в компании не налажено взаимодействие то здесь без правил вам тоже не обойтись также роль играет специфика тех форм активности которые вы будете использовать на тренинге если у вас предусмотрено командное взаимодействие или групповые дискуссии то в таком случае правила будут как нельзя кстати если же у вас в принципе однотипные формы активности на тренинге запланированы то просто подумайте что будет если у вас правил не будет вообще к чему это может привести все эти факторы очень важны для того чтобы принять решение соглашаться с группой работать без правил или же нет как же я поступаю если от моей группы участников звучит такой вопрос в первую очередь я даю им возможность самим решить как им удобнее работать я говорю коллеги у нас прозвучало предложение работать сегодня без правил все ли его поддерживают и в этот момент я смотрю на их реакцию если же в первую минуту воцарилась полная тишина то скорее всего кто-то обязательно скажет а давайте вот это правило ведем и вот это это означает что скорее всего им небезопасно и дискомфортно пока что работать друг с другом и они хотят таким образом себя обезопасить предлагаю определенное правило если же после моего вопроса сразу люди начали говорить да давайте без правил это означает что им действительно комфортнее будет работать без правил и я с удовольствием их в этом поддерживаю если же вы все-таки понимаете что правила вам пригодятся тогда вы можете позадавать группе уточняющие вопросы например коллегия что мы будем делать если кто-то будет опаздывать с обедов из перерывов или же если мы вдруг поймем что нам важно ввести какое-то правило как мы будем поступать в середине тренинга и тут вы договариваетесь группой о той модели поведения которая будет комфортно абсолютно всем если же я наоборот самом начале тренинга понимаю что группе лучше работать без правил то я им сразу и говорю коллеги а давайте сегодня будем работать без правил мы все с вами взрослые люди скорее всего уже сами знаем чего нам стоит придерживаться и в 99 процентах случаев группа конечно же меня поддерживает в общем вводить правило или не вводить зависит от большого количества факторов если же вы в какой-то момент сомневаетесь делать это или нет то задайте вопрос вашей группе это ваш самый лучший друг и помощник который вам подскажет как будет ему комфортнее с вами работать хотя может быть есть еще что то что можно добавить к моим размышлениям буду вам очень признательна если в комментариях вы поделитесь как вы поступаете в таких ситуациях а я желаю вам солнечного настроения и ярких тренингов с вами была наталья волосаева до встречи в рубрике тренерские фишки увидимся